В недавней статье Антиколорадос дал исчерпывающую характеристику населению страны-террориста. Смотрите по ссылке под этим роликом. Как-то приятель, проживший в Швеции, рассказывал, что в местных фильмах, описывающих дореволюционную жизнь за исключением языка, все как в пьесе Чехова. Те же проблемы, та же одежда, та же технология, ну и так далее. Однако, как известно, основные направления социального развития гражданского общества по обе стороны границы, радикально разошлись, и восстановить гармонию не удалось даже имея безумный профит рашки от продажи ископаемого топлива. На вопрос о том, что же является первопричиной расхождения, ответили давно и подробно. Процесс был запущен в октябре 1917-го, а затем последовало множество бурных событий, связанных с уничтожением существующего и построением нового общества, суть которого иллюстрировали лозунги. Вероятно, самым широко известным является этот. Коммунизм – это советская власть, читает диктатура пролетариата, плюс электрификация всей страны. Время шло, строились электростанции, лампочки Ильича загорались тут и там. Правда, при этом забывали, что план электрификации был разработан еще при царе-батюшке, по истечению значительного временного периода, вместившего и голодомор, и построение неполного социализма, и Вторую мировую, некоторым товарищам из ЦК стало ясно, что на пути построения самого справедливого социального строя, ради которого принесли в жертву миллионы людей, одной электрификацией не обойтись. И популярный лозунг авторства великого вождя революции за отсутствием собственных внятных идей успешно полного построения справедливого общества решили немножечко так доработать, и Второй Лысый добавил к чеканной формуле Первого Лысого и Картавого Прометея «плюс химизация всей страны». Как известно, химизация не помогла, и совок почил в бозе, прихватив с собой заодно вожделенную колбасу по 2,20 и мороженое пломбир на палочке по 15 копеек, сделанное, кстати, по американской технологии на американском оборудовании. Развитой социализм временно сменил капитализм, на смену которому незаметно притек путинизм, форма государственной власти, определение самой сути которой будет долго кормить философов всех стран. И если ВКПБ в своей деятельности руководствовалась теорией марксизма-ленинизма, путинисты, чтобы не отстать от летящего паровоза, создали свою, русский мир, и принялись, как и положено праведным миссионерам, нести ее огнем и мечом в страны ближнего зарубежья. Беларусь, Грузию, Украину, Казахстан, оставляя пока за скобками прежних вассалов, сбежавших под зонтик НАТО. Там же, где по-хорошему воспринимать новые веяния русского мира населения, за исключением манкуртов, людей, потерявших связь со своими историческими национальными корнями и забывших о своем родстве, не стремится, их насаждают железной имперской рукою вплоть до уничтожения цивилизации как таковой. В настоящее время это проявилось в методическом шаг за шаге разрушении путинистами инфраструктуры украинских городов. Сей исторический период заслуживает на свой собственный политический лозунг. Не претендуя на оригинальность и полноту охвата всего вреда путинизма, наносимого земной цивилизацией, возьмем за основу старую матрицу, и спроецировав ее на сегодняшнее правление очередного лысого, получим вот что. Русский мир – это путинизм плюс деэлектрификация и децифровизация соседних стран. Недаром в разных интерпретациях утверждается, что история повторяется. Смею заметить, что повторяется история все же в виде трагедии значительно чаще, чем в иных реинкарнациях. Но согласно гегелевской идее эволюции, любой социальный строй, препятствующий прогрессу, будет сметен историей. Осталось только немного подтолкнуть, чтобы получить возможность воочию созерцать, как тупиковый путинизм, кретинизм уступит место новому этапу развития человечества без страны-террориста. Что это будет? Можете пофантазировать в комментариях. Судя по тому, что этот процесс идет полным ходом, и в нем ВСУ играет критически важную роль катализатора, ждать осталось совсем недолго.